Здесь охраняемая территория, здесь стройка идет. Ну а если люди купили? Подождите, это наша собственность. Вы нас в нашу собственность не пускаете? По какому такому праву? Не подскажите, вы скажите ясно. Я здесь пускаю распоряжение руководства. По какому покажите распоряжение руководства? Извините, я не могу вам показать, потому что я не знаю, кто вы. Так и хочется риторически воскликнуть. Кто же в доме хозяин? В данной ситуации получается охранник. Моя жена является собственником квартиры номер 5 в первом доме. С 2010 года никаких изменений не происходит. Воды нет, газа нет, электричества нет. Жить здесь невозможно. Свидетельство у нас о собственности имеется на руках. И по телефону я звоню, никто никак не реагирует. В 2010 году приобрела квартиру-студию. До сих пор дом не достроен. На территорию меня не пускают. А господин Гулуев общаться со мной не хочет, потому что, говорит, что меня не знают. Денег мне не возвращают. Вот в такой ситуации оказались люди. Соблазнившись на красоты природы, близость Москвы, невысокую цену, да плюс еще и обещанные подарки. Штукатурка, перегородки в подарок. Обещали через год все построить, все коммуникации. В общем, золотые горы, как всегда. Многие, поняв, в какую ловушку они попали, решили расторгнуть договор, но получили отказ от застройщика. При этом выяснилось, что и разрешения-то на строительство не было. Я считаю, что вся эта организация была создана с целью отбора у населения мошенническим путем денежных средств. Квартиры не предполагались, не предполагаются и не будут. Пострадавшие люди обратились за помощью в администрацию Ленинского района разобраться с предпринимателем Гулуевым Низами Айбас Аглы. Я могу сказать, что администрация Ленинского района и глава Ленинского района, конечно, на стороне людей. Мы уже обратились от имени администрации Ленинского района в прокуратуру. Мы знаем, что наш депутат Государственной Думы Лысаков Владимир Иванович также обратился в Генеральную прокуратуру с тем, чтобы были проведены проверки деятельности Гулуева в соответствии с нашим законодательством. И была дана оценка его действий. А пока люди живут надеждами либо на возврат денег, либо на обещанную квартиру. Людмила Медведева, Владимир Бежонов. Видное ТВ.